С вами канал VideoNews и мы продолжаем публиковать серию видео об интересном вокруг нас. Этот ролик является продолжением начатого рассказа о гипотетических звездах во Вселенной. Сейчас мы представляем очередной перечень, состоящий из довольно интересных теоретически обоснованных объектов. Итак, продолжим. Понятие белой дыры было теоретически обосновано учеными, которые изучают черные дыры. Работая со сложными математическими моделями, описывающими черные дыры, астрономы обнаружили, что при наличии сингулярности в центре черной дыры, не имеющей массы, или при отсутствии массы внутри горизонта событий, может образоваться белая дыра. Модели говорят, что если бы белые дыры действительно существовали, то их поведение было бы полностью противоположно черным. То есть, вместо поглощения абсолютно всей материей, их окружающей, они бы выплевывали ее во Вселенную. Однако, те же модели говорят, что белые дыры могут существовать только в том случае, если внутри их горизонта событий нет никакой материи. В противном случае, даже один атом материи, вошедший внутрь горизонта событий такой дыры, будет способен вызвать ее коллапсы, полное исчезновение. То есть, если бы белые дыры когда-то и существовали в начале бытия нашей Вселенной, их жизненный цикл был бы очень коротким, так как вся Вселенная заполнена материей. Черная звезда – это переходная гипотетическая стадия между коллапсирующей звездой и сингулярностью, которая присуща черным дырам. Иными словами, это нечто среднее между звездой и черной дырой, но без горизонта событий. Сама черная звезда должна испускать излучение Хокинга и тепловое планковское излучение. Ее недра будут представлять так называемое пограничное состояние пространства времени. Ну а температура будет возрастать по направлению от поверхности к центру. Плоская звезда – это гипотетическое состояние оболочечной звезды типа Веги или Ахернара. Газовый диск, окружающий звезду в районе экватора, который появляется из-за очень быстрого вращения, делает ее визуально шире, формируя так называемую оболочку. Например, у Ахернара эта оболочка имеет вполне обозначенные границы. Однако теоретически вращение может быть настолько быстрым, что газы с поверхности звезды смогут вытянуть ее в диск с сильно сплюснутыми полюсами. Такую гипотетическую звезду условно назвали Плоской. Звезда темной энергии – это гипотетический объект, который имеет некоторое качество черной дыры. Теория существования звезд темной энергии была предложена физиком Джорджем Чаприном. Согласно ей, независимо от того, что попадает внутрь внешней области звезды, называемой горизонтом событий, превращается в энергию вакуума или темную энергию. Пространство внутри этой области будет иметь ненулевую космологическую постоянную, что заставит попавшее вещество оказывать сопротивление гравитации, избегая таким образом сингулярности. Простым языком – это обычные черные дыры, которые притягивают вещество, но после его прохождения до определенного предела, звезда уже ведет себя обратным образом, то есть отталкивает его. Данная теория отлично объясняет некоторые несостыковки в классической теории образования черных дыр и законах квантовой физики. Современное понятие черной дыры несовместимо с основными принципами квантовой механики. Так, например, согласно законам квантовой физики, информация не может исчезнуть, но с другой стороны, все, что попадает в черную дыру, не может подкинуть ее. Черные дыры нарушают законы сохранения квантовых чисел. В марте 2005 года физик Джордж Чаплин заявил, что квантовая механика почти доказала, что черных дыр не существует, а все объекты, которые считались ранее черными дырами, являются звездами темной энергии. По мнению Чаплина, вещество, проходящее горизонт событий звезды темной энергии, становится антивеществом, а следовательно, отбрасывается назад. Как только это антивещество сталкивается с нормальным веществом, происходит их обоюдная аннигиляция с выделением огромного количества энергии. Вполне возможно, что именно эти выбросы энергии ученые наблюдают в центрах галактик, где по современным теориям находятся сверхмассивные черные дыры. Железные звезды – это гипотетический вид звезд, которые могут возникнуть в нашей Вселенной в будущем, минимум через 10500 степени лет. Образование такой звезды должно происходить за счет холодного нуклеосинтеза, идущего путем квантового туннелирования, в результате которого легкие ядра превращаются в ядро наиболее стабильного и всех ядер изотопа железа 56. Теоретическое существование подобных звезд обосновывалось физиками в 60-е и 70-е годы прошлого века. Тогда считалось, что Вселенная не имеет возраста, поэтому существование подобных звезд было вполне вероятным. На данный момент эту теорию, если не считать устаревшей и утратившей свою актуальность, то подтверждение ее стоит отложить на сверхдалекое будущее. Сверхновые наполняют Вселенную металлическими элементами, которые потом участвуют в образовании новых звезд и планет. По мере взросления нашей Вселенной взрывается все больше и больше сверхновых, а это увеличивает и общее металлическое содержание Вселенной. В процессе старения Вселенной будут образовываться новые и необычные типы металлических звезд, включая гипотетические замороженные звезды. Этот тип звезд был предложен в 90-х годах прошлого века. С обилием металлов во Вселенной, новообразованным звездам потребуется температура ниже, чтобы стать звездами главной последовательности. Самые малые звезды с массой, сравнимой с массой Юпитера, смогут поддерживать ядерный синтез при температуре 0 градусов по Цельсию. Они будут заморожены и окружены облаками замороженного льда. В далеком будущем эти замороженные звезды вытеснят большинство обычных звезд и будут преобладать во Вселенной. С черными дырами на данный момент связано достаточно много непонятных явлений и парадоксов. Теоретики предполагают на этот счет существование различных звездообразных объектов. К примеру, в 2003 году астрофизики предположили, что черные дыры на самом деле не являются сингулярностями, как принято считать, а являются экзотическим типом звезд, которые были названы магнитосферическими вечно коллапсирующими объектами. Подобный объект якобы должен разрешить парадокс, при котором материя, коллапсирующая черные дыры, в конце концов начинает двигаться быстрее скорости света. Изначально магнитосферический вечно коллапсирующий объект образуется как обычная черная дыра, то есть под воздействием гравитации материя начинает схлопываться внутрь звезды. Однако энергия, возникающая при столкновении частиц, создает субатомное внешнее давление, которое противостоит давлению, вызванному синтезом в ядре звезды. Это позволяет подобному объекту оставаться относительно стабильным. Он никогда не достигнет горизонта событий и никогда полностью не разрушится. Все частицы, находящиеся во Вселенной, с точки зрения квантовой физики, делятся на два типа – бозоны и фермионы. Все основные элементарные частицы относятся к фермионам – частицам с полуцелым значением спина. Такие частицы подчиняются законам статистики Ферми-Дирако, которая гласит, что в одном квантовом состоянии может находиться не более одной подобной частицы. Бозоны имеют целое значение спина и подчиняются законам статистики Базейнштейна, допуская, что в одном квантовом состоянии может находиться бесконечно много одинаковых частиц. К бозонам относятся такие частицы, как фотоны, глюоны, задбозоны, бозоны Хиггса и другие. Бозонные звезды – это гипотетический тип звезд, состоящий не из фермионов, а из стабильных бозонов, обладающих некоторой массой. Представим частицу с какой-либо минимальной, почти не существующей массой. Но если эта частица – бозон, то в одной точке пространства, их может быть бесконечно много. Тогда эта точка пространства будет обладать огромной гравитацией. Единственным известным стабильным бозоном является фотон, но он совершенно не обладает массой, и поэтому на роль кандидата элемента бозонной звезды он не подходит. Бозонные звезды теоретически могли сформироваться в молодой Вселенной в результате гравитационного коллапса. Возможно, именно такая звезда находится в центре нашей галактики и обладает огромной массой. Также бозонные звезды могут быть объектами, составляющими темную материю Вселенной. На этом мы заканчиваем вторую часть нашего рассказа о гипотетических звездах во Вселенной. Нас ждет еще третья часть, где также нами собраны удивительные звезды и объекты, существование которых предполагается учеными. Ну а пока видеоканал VideoNews благодарит вас за внимание и надеется, что изложенная нами информация была интересна и полезна. Смотрите нас в YouTube, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр!